Дорогие друзья, всем здравствуйте! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина и сегодняшнее видео я хочу посвятить теме отказ от еды. На эту тему всегда возникает очень много вопросов, поэтому давайте сегодня поговорим с медицинской точки зрения. Зачем отказываться от еды? Вообще, как к этому относиться? Хорошо это или плохо? Можно делать это или нельзя? Смотрите сегодня видео. Также, дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно прямо сейчас это сделайте. Подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. В следующих видео мы обязательно разберем самые интересные вопросы и комментарии. Ну что, отказ от еды. Вот, я даже так сразу, да, речи немножко теряю на эту тему. Почему? Потому что действительно очень много часто людей, кто отказывается вообще, вот сейчас пробуют отказ от еды. Раньше такого не было, ну вот вообще, априори. Сейчас развитием средств массовой информации у нас появилось огромное количество голоданий. Причем я хочу, чтобы вы понимали, что отказ от еды, голодание, это опять же для какой цели происходит. Если вы находитесь под наблюдением врача, или у вас есть какое-то заболевание, допустим, желудочно-кишечного тракта, или вы готовитесь к какому-то оперативному вмешательству, и вы этот отказ от еды как бы обговариваете заранее с врачом, и врач говорит, знаешь, да, вот тебе нужно там, допустим, на какое-то время отказаться от еды. Тогда это один вариант, когда вы находитесь под контролем специалиста, сдаете все необходимые лабораторные анализы, и врач следит за вашим состоянием. Не так, что вот, а я решила попробовать. Вот там вот в интернете девочка попробовала, похудела на 25 килограмм, и такая стала красивая, прекрасная, всего-то 10 дней не ела. И вот я сейчас поступлю таким же образом. И вот это будет, друзья, ваша роковая ошибка, я вам говорю сразу, что, опять же, девочка, которая вам показывает красивую картинку, как она там сидела, голодала, похудела, вы не знаете изначально параметры ее организма, вы не знаете ее заболевания, вы не знаете тип ее питания, вы вообще ничего про нее не знаете. Если она про это вам не пишет в интернете, то есть она дает ту информацию, которую хочет, чтобы вы услышали. И многие ведь не рассказывают, что люди занимаются там лечебным голоданием там в течение всей жизни. Она вам показала какой-то определенный результат, но вы не знаете, что было на самом деле. И если даже так случилось, что вот она попробовала, и у нее получилось, и она от этого получила огромное количество кайфа и приятных результатов, это не значит, что это сработает у вас. Потому что у вас совершенно другой организм. И порой, когда вы уходите вот в это жесткое голодание, что все, сегодня я ничего не ем. Сначала ваш организм и, соответственно, на последних ресурсах, да, то есть все силы, компенсаторные механизмы организма задействованы на работу. Вот поддержание всей системы, что вы ничего не едите, а порой даже не пьете. Потому что когда мне говорят, я еще и от воды отказалась, ну, это, друзья мои, самая критичная ошибка. Но ни один специалист с медицинским образованием, с нормальным, не скажет вам, что отказывайся от еды, от воды, да, от еды в лечебных целях, да, в лечебного голодания. Но вода это то, что нужно нашему организму. Наш организм состоит практически, да, из воды. Поэтому когда мы от него отказываемся от воды, соответственно, вы должны понимать, что страдают все ваши органы и системы, страдают ваши клетки. То есть происходит серьезное обезвоживание. Здесь происходит нарушение, соответственно, витаминно-минеральных балансов, вообще метаболизма. И когда человек не пьет воду, вы должны понимать, что это происходит даже нарушение объема циркулирующей крови. То есть все уменьшается полностью, как бы такое очень серьезное состояние. Даже такое предреанимационное, я бы сказала, состояние. И поэтому вот я крайне вам рекомендую этого на себе не испытывать. Ни одна хорошая, правильная клиника никогда вам не скажет, отказываясь от еды, отказываясь от еды. Да, есть программы детокса, перед которыми вы проходите обследование, вы сдаете определенный перечень анализов. Вам делают там УЗИ, КТ, МРТ, органов, да, для того, чтобы понимать, для чего это происходит. Вас специально рекомендуют вам те или определенные смеси с определенным составом, который содержит в определенных пропорциях содержание жиров, белков, углеводов, аминокислот, витаминов. То есть происходит детокс, очищение, я только за такое, но под контролем специалистов с поддержанием объема циркулирующей крови, поддержанием витаминно-минеральных балансов и вообще в целом укреплению вашего организма. А не так, что я дома посмотрела видео и решила, что мне там надо проводить детокс, да, на каких-то соках, на каких-то там травах. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. У многих из вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если вы будете на постоянной основе пить эти соки, то у вас будет серьезнейший острый гастрит. Или еще хуже, как-нибудь язва с вами случится. Почему? Потому что соки вот эти концентрированные, натуральные, они раздражают слизистую оболочку. Соответственно, если вы их пьете постоянно-постоянно-постоянно, еще больше ничего не едите, то есть если нет проблемы с желудочно-кишечным трактом, это одна история. Но если хотя бы есть гастрит, а сейчас признаки гастрита есть практически у всех людей, поэтому будьте, пожалуйста, с этим аккуратнее. Также не рекомендую принимать какие-то препараты. Прошу прощения, часто принимают слабительные препараты, что вы ничего не едите, вы ничего не пьете, и плюс вы еще пьете слабительные препараты, что из вас выходит последняя жидкость. Конечно, похудеете вы, похудеете, но вы должны понимать, что вы свой организм, и такой большой удар по вашему организму. И дальше организм вам за это спасибо не скажет. То есть вы начнете болеть, у вас начнутся всякие болячки вылезать, да, потом будете ходить и говорить, а почему же вот у меня постоянно то грипп, то рви, то еще какая-то инфекция, постоянно меня все беспокоит. Вот, то есть удивляться здесь не нужно будет. Вы сами себе такое удовольствие предоставили. Поэтому если вы хотите попробовать какой-то способ голодания или отказаться от еды, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование. Только после этого ставьте на себе эксперименты. Будьте здоровы!